Еще в Древнем Риме и в Древнем Египте люди играли в маленькие шарики из камня, мрамора или глины. Сегодня эти шарики делают из стекла. Их используют как в индустрии, так и для игр. Стекло – дешевый и прочный материал, а необычный дизайн этих шариков может заставить вас вернуться в детство. Для создания шариков эта компания перемешивает переработанное стекло с шариками, сделанными ранее. Но отбракованными из-за несоответствующего размера. Все это помещается в печь для обжига, разогретую до 1204 градусов Цельсия. Через 16 часов дверцу внизу печи открывают, и расплавленное стекло вытекает. Разделитель разрезает поток каждые полсекунды, формируя сегменты, кусочки, которые и становятся шариками. Для создания шариков различных размеров устройство настраивается на разрез на более длинных или коротких интервалах. Сегменты скользят по желобам, задерживаясь между пазами на крутящихся роликах из литого железа. Вращение предотвращает склейку сегментов. Для полного остывания им требуется 72 часа. Но их конечный внешний вид уже задан. Это было определено еще в печи, когда поток воздуха повлиял на температуру и привел к плавлению стекла и смешению цветов. Эти желобки разделяют качественные и бракованные шарики. Слишком большие или маленькие шарики отсеиваются через открытые отверстия, остаются лишь те, размер которых идеален. Более сложные шарики делаются вручную. Вначале мастер нагревает прозрачное стекло в маленькой печи. Затем он отламывает кусочки цветного стекла. После того, как прозрачное стекло целую ночь плавится в печи, он собирает массу на стальной стержень. Затем он цепляет им кусок предварительно нагретого цветного стекла. Он делает своеобразную ручку и превращает массу в длинные полоски, длиной до 5 метров и толщиной, как макароны. Он будет использовать различные цвета для декорации основания шариков. Затем он цепляет на стержень кусок расплавленного прозрачного стекла и покрывает его мокрой газетой, которая не будет прилипать к плавленному стеклу. После придания формы он обкатывает кусок на нескольких предварительно нагретых полосках цветного стекла. Затем помещает все это назад в печь. Этот этап повторяется до трех раз. Эту массу катают по металлическому столу для придания ровной поверхности перед тем, как ее поместят в печь. Затем сверху добавляется слой прозрачного стекла. Используя другой инструмент, кусок раскатывают на колбаску до полуметра длиной. Из этого будут сделаны несколько сердцевин-шариков. Для второго слоя сердцевины 5-сантиметровый сегмент катает по полоскам из цветного стекла – риббаном. После того, как их раскатывают в печи и плавят, риббаны разравнивают щипцами и отрезают лишние концы. Середину и риббаны заворачивают в слой прозрачного стекла. Затем их формируют вручную. Далее сердцевину раскатывают на других стеклянных полосках. Затем ее помещают в печь для дальнейшей плавки. Добавляется еще один слой прозрачного стекла. Внутри все готово. Мастер работает со стеклом при помощи нескольких металлических и деревянных инструментов. Диаметр измеряется металлическими кронциркулями. И, наконец, шарик приобретает сферическую форму. Из этого отрезка сделают до пяти шариков. Самые большие – размером с мяч для гольфа. После шлифовки стекла ножом его помещают в открытый конец трубки, чтобы удобнее было держать. Затем мастер осторожно постукивает стержнем. Стекло откалывается. Остается лишь шарик. Место, откуда откололось стекло, раскаляется. Затем шарик помещают в печь с температурой 530 градусов Цельсия. За ночь печь медленно остывает и стекло затвердевает. Эти яркие, притягивающие взгляд в шарики – настоящее произведение искусства. Только не потеряйте их. Субтитры создавал DimaTorzok